Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы о Денцовской телевидении делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим про День Победы, про 9 мая и про мероприятия, которые собираются наши общественные организации в районе проводить. В частности, поговорим про городское поселение Кубинку и про Одинцова. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните. Мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Николай Романович Якушев. Добрый вечер. Добрый вечер. Николай Романович – председатель комиссии общественной палаты по молодежной политике, историко-патриотическому воспитанию и ветеранской работе. Куча вопросов, на самом деле, рассматривайте. Сегодня о некоторых из них поговорим. И сегодня впервые в нашей студии Григорий Николаевич Юрьев. Добрый вечер. Добрый вечер. Григорий Николаевич – заместитель председателя комитета ветеранов городского поселения Кубинка. Ну что же, у нас в очередной раз скоро вся страна будет праздновать День Великой Победы. Запланировано огромное количество мероприятий и так далее. Кроме непосредственно развлекательных моментов, разумеется, многие из них, как всегда, направлены и на воспитательный, скажем так, вектор. Историко-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание и так далее. Если можно, давайте мы с молодежи, наверное, потому что воспитывать, конечно, и взрослого человека можно, но в основном, когда мы слышим слово «воспитание», обычно думаем о детях, в первую очередь, о подростках, о студентах, о молодежи. Давайте с молодежи и начнем. Что вообще на сегодняшний день, на ваш взгляд, у нас в Одинцовском районе с патриотическим воспитанием молодежи? Как обстоят дела? Ну, я думаю, что не только в Одинцовском районе. Сейчас эта работа приобретает уже новый смысл. Новый смысл почему? Потому что уже с детского сада ветераны начинают встречи с такими юными ребятками. И вот на протяжении всего этого времени ребят от детского сада до школы, до института, они имеют возможность пообщаться с участниками Великой Отечественной войны, офицерами, участниками боевых действий. И я считаю, что вот по нашему опыту, что востребованность ветеранов, но она необычайно велика. Почему? Потому что школы сейчас вот, особенно к 9, к 23 февраля, они просят участников войны, чтобы перед ними выступили. Порой иногда не понимая, что им уже 90, 91 и так далее больше лет. И не каждый ветеран сможет физически повстречаться, рассказать школьникам о своем боевом пути, о своей жизни. Но такие люди, к счастью, есть, и они ходят по школам, и выезжают на различные мероприятия. Вот сейчас буквально посольство Беларуси обратилось к нам, значит, найти ветеранов, которые освобождали Беларусь. То есть это операция «Багратион». Вот, у нас списки есть, но списки, они говорят о том, что он участник этой операции. Состояние здоровья, семейное положение. Это нам предстоит еще изучить. Это каждый день, и это в планах нашей работы, и чтобы узнать, какое самочувствие, какое семейное положение у участника Великой Отечественной войны. И вот буквально завтра уже, значит, Одинцовского района поедет один ветеран в посольство Беларуси, и будут возлагать цветы в Александровском саду. Могли бы на сегодняшний день поехать четыре на ногах, но, как я сказал уже, они задействованы в школах, и детей подводить просто не в их правилах. Так вот получилось, что именно в эти дни, значит, они посещают школу, выступают перешкольниками. — Григорий Николаевич, к вам, наверное, вопрос, потому что вы также постоянно работаете с непосредственными ветеранами, а есть ли у них вообще желание этим заниматься? Я понимаю, что действительно пройден огромный путь, да, страну построили, страну защитили, потом опять отстроили уже. Ну, понятно, что люди заслужены, и все, но если действительно вот 90 лет, уже не устали ли они от всего этого? — Я думаю, что вопрос так даже вообще не ставится. Значит, я хотел бы еще вот сначала о чем сказать, что патриотизм, воспитание патриотическое, военно-патриотическое, оно присуще нашему государству, наверное, с момента его зарождения. Особо актуально оно начало звучать с петровских времен и до сегодняшнего дня. И сегодня та обстановка, международная в том числе, которая складывается, только акцентирует внимание на этой работе. И я говорю здесь не ради красного славца, а чтобы подчеркнуть, что это ветераны видят, ветераны через себя это пропускают. И не только они ждут поручения, они инициируют эти встречи. Они встречаются вот по Кубинке с руководством, с завучением, по воспитательной работе средней школы, заранее оговаривают графики встреч, готовятся к этим встречам. Причем при этом в повестку дня ставится не только историческое событие какого-то времени Великой Отечественной войны, Кубинка, она звучала и в 1812 году, но и сегодняшняя жизнь. Жизнь военнослужащих, воинских коллективов, которые дислоцированы на территории Кубинки, ветеранов, которые прошли горнило интернациональных войн, об этом надо говорить, которые за плечами оставили не один десяток лет, проходя службу в Тайге, Забайкалье, в Сепях и так далее. И вот, идя к молодежи, они стараются донести прежде всего смысл этой работы, этого воспитания, содержания его. И убедить молодых людей быть достойными, прежде всего, своих родителей, своих старших братьев, те, которые действительно, как принято говорить, не щадя живота своего, отставили интересы Отечества на полях сражений и не только на полях сражений. Не сложно вообще молодым людям, детям, тем более, я уж молчу про детский сад, вообще малышей, не сложно им рассказывать вообще о том, что такое Вайдон? Не, ну тут, конечно, должен быть соответствующий подход и учет интереса в аудитории. Это как раз и заключается умение построить этот диалог с молодежью. Конечно, значит, та встреча, которая проходит ветеранам в детском саду и с выпускниками школы, это, как принято говорить, две большие разницы. И здесь мы стараемся, я имею в виду ветеранский актив, при направлении поручения ветеранам встретиться, оговорить эти вопросы. Потому что тут можно, конечно, получить и обратную реакцию, то есть, если это дело не учесть. То есть, надо понять человеку, который встречает с молодежью, какие интересы, как привлечь внимание, как акцентировать это внимание. И я вот сам встречаюсь практически каждую знаменательную дату со школьниками. Я уже за последние два года в активе встречи с допризывниками, с выпускниками школ, пятые классы, седьмые классы, даже детский сад. Я стараюсь это все вести, конечно, в режиме диалога. Диалога, связи, честной связи с реальной жизнью, с учебой, с дисциплиной, так, которая должна быть. Как патриотизм на этом уровне должен проявляться у того же школьника, у того же пятиклассника. И я скажу, что живой интерес появляется у детишек. Значит, и, как это ни странно, этого, как правило, отводится 45 минут, ну, урок. Только когда звучит звонок, они не с охоты расстаются. Сидят в детишке. Да, они ждут, еще вопросы задают после этого. И спрашивают, когда мы очередной расстретимся. То есть, это, я считаю, заслуживает того, чтобы над этим работать. Николай Романович, вопрос очень любопытный, кстати говоря. Несколько раз у нас уже с начала беседы звучал термин военно-патриотическое воспитание молодежи. Это вообще довольно свойственно именно российскому государству за рубежом. Например, в английском языке непосредственно не привязывают обычно эти два термина друг к другу. Почему, вот на ваш взгляд, у нас так? Почему у нас непосредственно любовь к родине, да, постоянно исторически идет рука об руку с военными тяжелыми периодами? Ну, я бы разделил все-таки любовь к родине. Вот мы говорили о детских садах. Ведь с ними не говоришь о войне, они не понимают этого. Говоришь о том, что вот посадил дерево, дерево растет, надо его любить, поливать и так дальше. Вот эти моменты, они присутствуют как патриотическое, чисто патриотическое и любовь к родине. Но что касается военно-патриотической, я думаю, что мы возвращаемся к тому, что было у нас в Советском Союзе. Это начальная военная подготовка в школах. Что она давала? Действительно, это спортивная подготовка, это оружие. Агентал Роман, сейчас продолжим беседу. Давайте примем звоночек от наших телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, почему не решается вопрос по станции Баковка? Там в стае ходят собаки, ходить детям страшно, люди на работу идут, это что-то ужасное. Почему не решается этот вопрос? А расскажите, пожалуйста, поподробнее, что там происходит. Баковка-то, где находится, мы знаем, а вот насчет собак, честно говоря, первый раз слышу. А вот как по дороге на станцию Баковка, там идет стройка, и там целыми стаями ходят собаки. Они на людей бросаются, на детей, дети ходят в школу. Вот как это разрешит эту проблему? То есть, прям действительно были случаи нападения на детей? Да. А обращались в полицию, например, в местный отдел? Никто никуда не обращается. Все идут, оглядываются, боятся, и никто ничего не решает. Ну, смотрите, не решают, странно исключительно, вот мое мнение, человек, который только что об этом не узнал, да, не решают, потому что, собственно, и не обращаются. Понятно, что если человек сидит в администрации Одинцовского района и живет, например, в Голице, но он не знает, что происходит около станции Баковка, если ему не пишут, не звонят и так далее. Поэтому я бы на вашем месте, конечно же, в первую очередь обратился бы в соответствующие структуры, потому что, я уверен, вопрос собак, ну, не нов. Наверняка есть определенные процедуры, протоколы, как с такими вопросами разбираться. Но я думаю, в общем-то, и в общественной палате тоже наверняка есть комиссии, которые заинтересуются этой ситуацией, приедут, посмотрят. Я думаю, вы правильно сказали, надо обратиться в соответствующую городскую администрацию. Если там не будут принимать какие-то меры положительные, не среагируют, тогда уже к общественникам, чтобы они это дело, наша комиссия, я имею в виду не наша, а другая комиссия по экологии, она бы рассмотрела этот вопрос и, естественно, сделала представление городской администрации, что необходимо с этим делом разобраться. Я знаю, такая ситуация, по-моему, даже и в Кубинке была, тоже даже в прессе было, бродячие собаки с таями бегали и кусали людей, и детей. И, в принципе, это функции городских местных мастерей. Но, в первую очередь, конечно, власти должны об этом узнать, потому что если люди, как вот женщина сказала, ходят, их кусают, они не звонят, не обращаются, конечно. Да, я вот тоже не хожу там, конечно, откуда я узнал. Ну да, я вот тоже первый раз слышу. Ну, в любом случае, смотрите, мы любое обращение, которое вы оставляете, уважаемые зрители, расцениваем как официальное обращение в общественную палату. Так что, в любом случае, мы ваши контактные данные, адрес этого места и так далее передадим в профильную комиссию, вот через Николая Романовича. Вот, они с вами свяжутся, и вы тогда уже подробно им все объясните. Но я все-таки рекомендую, сами обратитесь, либо вы, либо другие заинтересованные люди, прямо в администрацию. Я уверен, что вопрос, ну, не займет много времени, чтобы его решить. Напоминаю, уважаемые зрители, что мы сегодня говорим о патриотическом воспитании, о Дне Победы, о мероприятиях, которые подготовлены к этому чудесному празднику. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните. Ну что же, Николай Романович, Григорий Николаевич, давайте вернемся к этой теме. Вы говорили непосредственно про работу с молодежью в детских садиках и так далее. Продолжите, пожалуйста. Ну, про детские садики я сказал, там нужен особый подход, это любовь к родине. Мы, кажется, в том, военно-патриотическое воспитание, о том, что раньше в школах была начальная военная подготовка. И ребята сдавали ГТО, нормы ГТО, стрельбу разбирали, собирали оружие. Они были практически, ну, наполовину готовы. И не обязательно было им с автоматом в армии служить. Может, кто-то в авиацию попал, может, кто-то в танкистов, моряком. Но, тем не менее, вот основы вот эти, они должны быть. А в чем, на Ваш взгляд, вообще вот необходимость? Зачем эти основы нужно изучать? Вы знаете, даже есть такой термин, да, ополченцы. Ополченцы – это гражданские люди, которые во время войны взяли оружие в руки и пошли. Это необходимость. И вот здесь необходимость в том, чтобы вдруг в мирное время, не это не война, а в мирное время, какие-то диверсанты и так дальше, чтобы были у нас какие-то боевые отряды, чтобы моментально собрать какое-то количество людей и дать отпор даже на народном уровне. Такой вопрос он ставился. Я считаю, он не лишним, что взрослые, крепкие мужчины, они должны постоять за свою родину. Всякое может случиться. Григорий Николаевич, вот как считаете, у нас же все-таки есть профессиональная армия, причем она с каждым годом все больше и больше растет, хотя и была сокращена во многом в 10-м году во время реформы. А армия есть профессиональная, есть внутренние войска сейчас Росгвардии, да, есть огромные абсолютно, по численности очень немалочисленные части полиции на местах и так далее, вооруженные там и автоматическим, в том числе оружием и так далее. Зачем вообще вот нам ополченцы? Почему ополченцев, условно говоря, даже в теории нету, в Норвегии, в Швейцарии, в Великобритании, да нигде нет. Ну, давайте так. Я думаю, что пример с ополченцем, это действительно как пример. А военно-патриотическое воспитание, оно несколько и шире, и оно подразумевает комплексный подход. Вот. Именно в чем заключается? Вот то, что было сказано в начале военнопотока, это непосредственное обучение военному делу молодого человека на случай, если придется его поставить под ружье. Но военно-патриотическое воспитание этим далеко не заканчивается. Это и опосредованно, и непосредственно. Это формирование отношения к защите Отечества. Это формирование отношения молодого человека с позицией патриотизма ко всему, что его окружает. В том числе и в военном деле. Это соответствующие оценки, умозаключения. Я бы хотел здесь сказать, еще пользуясь случаем, что военно-патриотическое воспитание, конечно же, в повестке дня ветеранской организации, но оно начинается с семьи. Как и любое воспитание. Военно-патриотическое в частности. И мне пришлось так по жизни годик поработать учителем истории в средней школе. И вот общаясь даже с учениками пятых-шестых классов, было очень четко видно, что представляет семья, в которой этот ребенок растет и воспитывается. Значит, высказывания, шутки, реакция на какие-то события. Даже в этом возрасте. Поэтому военно-патриотическое воспитание, я не хотел бы, чтобы оно, ну, скажем так, несколько зауживалось и воспринималось только вот как воспитание человека, воспитание годности, скажем, военной службе. Это далеко не так. Военно-патриотическое воспитание может проявляться, конечно, в том числе в желании посетить свою жизнь в службе Отечеству. Вот по Кубинке это особо актуально. Почему? Пять военных городков. Пять воинских частей, которые сегодня на слуху. Не только в Одинцовском районе. Григорий Николаевич, мне подсказывает, что у нас еще один звоночек. Давайте прервемся, потом продолжим беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Во многих поселениях Одинцовского района есть памятники, посвященные вот как раз героям Великой Отечественной войны. А есть ли в этих поселениях информация о том, что это за люди, чьи это фамилии? Со своей стороны хочу предложить, может быть, такой проект, именно обелиски, чтобы в каждом поселении была собрана информация в школе, в библиотеке о тех воинах, чьи фамилии есть на этих памятниках. Прекрасная, на самом деле, идея. Скажите, пожалуйста, наверное, у вас тоже, ведь наверняка был кто-то, кто на войне отличился, я правильно понимаю? Есть, конечно. Я так и понял, что вы не просто так с неба эту идею взяли, а расскажете, кто у вас был там? Ну, я просто о другом хочу рассказать. Я работаю библиотекарем, и мы сейчас как раз собираем информацию о тех, чьи фамилии есть у нас на памятнике в лесном городке. И опрашиваем сейчас вот их родственников уже, получается, внуков и правнуков. Я думаю, что вот это можно будет поддержать. А большой отклик. Люди вот с пониманием к этому относятся, если им даже есть о чем рассказать. Да, это, конечно, очень тяжело, потому что ветераны, конечно, об этом вспоминают очень тяжело. А вот молодежь дойдет, помогает нам, мы фотографируем, делаем альбомы. Я думаю, что вот это интересно было бы всем. — Хорошая идея, спасибо большое, что позвонили. Уважаемые зрители, я напоминаю, 508-86-84 наш телефон. Сегодня говорим о Великой Победе, о мероприятиях к ней приуроченных. Звоните, задавайте вопросы и оставляйте свои предложения, как сейчас зрительница из лесного городка позвонила. Николай Романович, наверное, в первую очередь в вашем видении этот вопрос находится. — Да, ну, здесь эти памятники обелиски, они делятся, по крайней мере, на два. То есть это наши земляки, которые ушли на фронт и не вернулись. Здесь один способ поиска. И есть и те, которые здесь воевали и погибли. Их имена выбиты на братских могилах. Это могут быть и сибиряки с любой местности и республики. Это совершенно другое. Что касается второго, значит, есть информация, ведь просто так фамилии и инициалы не выбит никто. Есть документы, подтверждающие, что этот человек, значит, погиб. Там-то там подтверждение есть. И иногда бывает путаница, бывает одна фамилия на двух-трех памятниках выбито. Почему это происходит? Потому что в донесениях, значит, он был здесь воевал, погиб. В другом так. И в третьем. Все-таки он же не может лежать в трех могилах. В одном каком-то. И вот здесь начинается работа, какое достоверно представление о гибели. И я думаю, что это не так сложно сделать и по лесному городку, и по другим, значит, памятникам. Потому что, как я сказал, есть подтверждающий документ, на основании чего фамилии эти выбиты. Последний пример. Деревня Хомяки, значит, городское поселение Кубинка, значит, группа энтузиастов, они и очевидцев. Говорят, что там было где-то порядка 110 фамилий выбито, старый памятник. Они говорят, очевидцы, что здесь было больше, значит, значительно больше. И начали искать через архивы, значит, и действительно оказалось больше. Более того, значит, эти все фамилии, которые нашли, это большой том, значит, переписки. И подтверждено, что они там погибли в Хомяках. И добавилось еще, если я не ошибаюсь, что 113 фамилий, плюс к этому. И еще там же группа оказалась, они воевали здесь. Но подтверждение, что они погибли, нет. Они были, значит, как без вести пропавшие. И вот где они похоронены, то ли в соседнем селе, то ли чуть дальше они прошли, но этого неизвестно. А может и не похоронены нигде. А может и нигде не похоронены, потому что вот поисковики уже... Постоянно ходят десятками, десятками. Я сказал, вот, только сегодня вернулись наши поисковики, Китиш, Антон, Кузнецов. Значит, обнаружено, в Ершовское поселение, значит, нашли они, значит, двух бойцов. При них знак одного, в Ершовский стрелок, еще, по-моему, ГТО. У второго ничего. Ну, пуговицы нашли и так дальше. Будет перезахоронение ближайшее. Вот как? Это бойцы. У них есть имя, отчество. Они здесь погибли. Но они будут здесь похоронены, как безымянные. И вот таким образом многие, кто... Это очень страшное слово, безымянный. Солдат, который пропал без вести. Их перезахоронят с почестями, все. Но они так и останутся неизвестными. Кто были эти солдаты? Может быть, потом, когда будут изучать историки путь этого соединения, где они были, возможно, где-то и всплывет. Но вероятность небольшая. Но вообще, вот, спасибо телезрителям. Да, идея действительно очень интересная. Тем более, что библиотеки, они вообще сейчас такой, знаете, переживают не самый простой период в жизни. Им нужно найти свое место вот в этом новом мире, нашим полным информационных каких-то баз данных и так далее. Я как раз-таки думаю, что действительно, если бы я узнал, что в библиотеке, там, через улицу находится такой действительно большой банк данных о людях, погибших здесь, за мою землю, за мою улицу, я бы, конечно, туда отправился бы и узнал что там. Ну, позвольте, значит, я хотел бы несколько слов добавить по этой теме. То, что подняли вопрос такой телезрители, это очень действительно важно. Это, я считаю, даже практически новое направление в этой работе. Потому что мы как-то привыкли к тому, что уже есть убелиски, есть выбитые фамилии и так далее. Вот, перед эфиром мы с вами говорили, и я вам сказал, что 7-го числа на Кубинке 10, это Деремякова, будет перезахоронение 60 останков погибших бойцов в годы Великой Отечественной войны в сражениях вот в этом районе. Из этих 60-ти опознаны, установлены только два. Причем один из них из Астраханской области. И родня, которая осталась жива, они приедут 7-го числа сюда, их готовится встретить тут и так далее. А вот 58, вот как Николай Романович сказал, останутся, к сожалению, безвестными. Это, когда мы говорим об этом, надо об этом всегда помнить, когда идет даже возложение цветов, венков к могилам неизвестных солдатах. Что это, в том числе и тем, кто не вернулся с полей сражений и не был предан земле по нашим христианским обычаям в силу разных причин. Значит, ну и нельзя же забывать то, что принято говорить, что война не закончится до тех пор, пока не будет похоронен последний павший на ее полях сражений солдат. К сожалению, у нас еще таких много. В памяти погибшим воинам у нас довольно много в районе времени уделяется. Много акций подобных проводится, в частности, уже традиционно. Салют победы, эстафия-то идет по Одинцовскому району. Я сейчас предлагаю посмотреть, как как раз-таки в одном из поселений, в Голицыно, эта акция проходила. Вам покажем и заодно нашим зрителям. В этом году наша страна отметила 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года город был полностью освобожден от многолетнего гнета фашистских войск. Именно этому памятному событию посвящен третий этап военно-патриотической акции «Салют победе», который на этот раз стартовал в городском поселении Голицыно. Третий этап эстафеты «Салют победе» посвящен жителям блокадного Ленинграда, которые сегодня рядом с нами проживают в наших городских и сельских поселениях. В нашем районе 89 блокадников, живых свидетелей, те грозных событий. Чтобы вспомнить те непростые для нашего народа времена, у памятника обелисков Голицыно собрались ученики местных школ, курсанты пограничного института, а также ветераны и дети блокадного Ленинграда. Победа в Великой Отечественной войне без победы, без стойкости, без мужества ленинградцев было бы невозможно. После панихиды и минуты молчания все участники митинга возложили цветы и запустили в небо белые воздушные шары, символизирующие мирное небо над головой. Ребята поспешили поделиться впечатлениями от участия в памятном митинге и передаче атрибутов эстафеты. Воевали все мои родственники, прадедушки, прабабушки. Некоторые были тружениками тыла, некоторые были непосредственно передовой. Отдельно хотел отметить своего деда Локтионова Николая Ивановича. Он был пулеметчиком и служил на Украинском фронте. Дошел до конца войны и умер в 1956 году. Каждый год мы ходим в Москву на Красную площадь и чтим его память. Я думаю, эти мероприятия нужны, чтобы мы не забывали о войне, отдавали дань памяти всем, кто воевал. Такие мероприятия, они действительно очень важны, чтобы люди не забывали, что было в нашей истории и гордились людьми, которые воевали за свою страну, за свой город, они отставили его своей жизнью. Ну что же, вот такое мероприятие у нас в этом году уже традиционно проходит в районе. Я так понимаю, что, Григорий Николаевич, как раз-таки в Кубинке тоже уже отгремел салют победе в этом году. Расскажите, как он проходил? Он проходил в неформальной обстановке, я сказал бы так, с участием ветеранов, с участием представителей администрации района, городского поселения Кубинки. Ветеранская организация района была представлена, Николай Романович участвовал в этом. Значит, надо было видеть лица и ветеранов, и той молодежи, которая участвовала. Я думаю, что это оставило в их след в душах и сердцах на всю оставшуюся жизнь. В принципе, на это и должна быть ориентирована такая работа. Я считаю, что она действительно удалась. Что-нибудь подобное массовое, крупное, непосредственно в Кубинке и в Одинцово вы собираетесь еще за оставшуюся до Дня Победы неделю проводить? Ну, массово я уже сказал, что, в принципе, мы будем работать по плану администрации Одинцовского района и города Одинцово. 5 числа будет большой концерт в волейбольном центре. Сегодня, вот раз салют победы, это было в Жаворонке. Жаворонке передало городскому поселению Одинцово эти символы победы. И таким образом по всему району пройдет. Я сказал бы, этот третий этап, он очень усилился присутствием жителей блокадного Ленинграда. Они на каждой встрече с учениками, с ветеранами, они там присутствуют, выступают. И вот на примере документальных фильмов, как было тяжело, голодно, холодно и так дальше, вот эти люди, эти маленькие, ну, женщины там, маленькие девчонки, они пережили этот блокадный Ленинград, этот ужас. И сегодня в Жаворонках по карточкам, выдавали карточки и отрезали 100 грамм хлебушка. Именно чтобы почувствовать, что это такое, 100 грамм хлеба в сутки для взрослого человека, еще надо его поделить на три части, утро, завтрак, обед и ужин. Это очень впечатляет тому подвигу, который совершили наши люди в блокадном Ленинграде. Я хотел бы добавить к этому вот что. Конечно, мы не можем умолять роль массовых мероприятий, в том числе и посвященных, да, но в то же время я хотел бы, чтобы мы видели значения и небольших. Вот, я вам скажу, 6 числа у нас планируется на Кубинке-1, это военный городок полигон, там есть музыкальная школа, праздничный отчетный концерт, посвященный Дню Победы для ветеранов. В маленьком зале, там порядка 20 посадочных мест. Чем такое мероприятие является важным и привлекательным? Оно камерное. Оно практически такое, как в семейной атмосфере проходит. Там люди и слушают, и подпевают. И для детей, которые выступают, учащихся в музыкальной школе, это иногда важнее, чем большой зал с аплодисментами. И таких мероприятий по военным частности городкам проходит много. Значит, с одной стороны, конечно, хотелось бы побывать на концерте, где участвуют звезды эстрады и так далее. Но и такие мероприятия, они по-своему, потому что люди живут рядом и не знают, что этот ребенок, талант, будучи, возможно, звезда нашей эстрады. И я хотел бы сказать, что в канун праздников, в том числе исторических, военных и так далее, такие мероприятия у нас всегда поиски нет. Ну что же, получается, действительно, довольно много мероприятий проходит. Довольно большую работу проделывают ветеранские организации, общественные организации. Спасибо вам большое. И спасибо, что вы к нам сегодня приезжали. Получилось очень обстоятельно и интересно поговорить. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о Дне Победе, о военно-патриотическом и просто патриотическом воспитании и о мероприятиях, которые наши общественники готовят в преддверии Дня Победы. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели или сразу обращайтесь в общественный палат Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи и там же адрес электронной почты, на которой вы также можете обращаться. С вами был Светослав Савенков. Берегите себя и до встречи.